Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас в студии гость из Болгарии. Илья Миланов, председатель христианского центра. Скажите, Илья, вот с момента предыдущей встречи прошло совсем немного времени. Не как вас встречают верующие города Ангарска. Да. Мы благодарны Господу, что уже две недели мы являемся гостями Иркутской области. И носим одно послание за мир. И мы несем послание мира. Так же, как и говорил Бог. Пойдите по всему миру. И проповедуйте мое Евангелие. Кто поверит и крестится, будет спасенным. А кто не поверит, будет осужден. Это слово понятно русскому народу. Потому что в своей истории он был христианским народом. И сейчас он живет в новом возрождении. Врештани к исконните стойности на христианската вера. Возвращается к истокам христианства. Не сме удивлены от голямото поражение, което е нанесал атеизмат над хората. Мы удивлены большому поражению, которое атеизм принял людям. Но сэшто и виждаме голямата любовь. Но кроме того, мы видим и большую любовь. И милость Твореца. И милость Творца. На нашия Господа Иисус Христос. Нашего Господа Иисуса Христа. Към погибающим хора. Погибающим людям. Так же записано это и в Слово Божьем. Людите ми погибают поради не мое название. Люди мои погибают из-за незнания. И имахме чудесные встречи. У нас были чудесные встречи. В Иркутске на една седмица. В конце наших собраний салон, где мы собирались, оказался недостаточным. Люди приходили стыдясь. С любопытством. Някой с недоверием. Но когда поведается истина, люди не остаются безучастными. Потому что наш Господь молился. Отец. Освяти их через истину. Твоето Слово является истиной. Това Слово на истината проникла в сердцето на хората. Это Слово истина проникла в сердце людей. И оно повернуло их от ткни свету. От смерт кем живот. Из смерти в жизнь. От неверие в жива вера. Из неверие в живую веру. Всъщностей и дълбочината на божественните принципи. В сущность и глубину божественных принципов. Отразение в пресвятото Слово на живение. Которые отражены в Святой книге Библии. В принципе, аз в первое интервью казах. В принципе, я в своем первом интервью сказал. Че не сме срозвани с дълбока историческата вразка. Что мы связаны глубокими историческими корнями с русским народом. И този корен на любовта никой не может уничтожить. И этот корень в любви никто не может уничтожить. Братский болгарский народ любит русский народ. И не благодарим на Бога. И мы благодарны Богу. Что мы видим ответную любовь русского народа к нам. Буквално ние тук се чувстваме както в наш родина. Мы чувствуем себя так же как у себя дома. Обгърнете с грешто внимание. Нас обняли тут любовью. Хората са щастливи. Люди счастливи. Когато истината достига до техните сърца. Когато истина подходит к сердцам. Когато Бог залечава беззаконието в техните сърца. Когда Господь зачеркивает беззаконие в сердцах их. И обраща скрипта в радость. И превращает скорбь в радость. И обраща неверието во вера. И превращает неверие в веру. Това са великие стандарты. Это великие стандарты. Комкуту и насочено и наше послание. И это наше послание. В то время, в наших собраниях, Многие пришли к познанию Бога. Многие получили исцеление. И это не является абстракцией. Някаким мистическим явлением. Едно реальное проявление на Божията премудрости Господни. И в сездесущности. Сам Иисус Христос сказал. Ако не видите чудеса и знамени. Если вы не увидите чудеса и знамени. Никак не бихте поверят. Вы не сможете поверить. И Той предаде тази власт на Свои ученицы. И Он предал эту власть Своим ученикам. Какими являемся и Него и Ти последователи. И Его последователи. Иисус сказал. И дела, которые я совершил. И вещи ги вършу. Вы будете вершить. На что то аз отивам при отца. Потому что я иду к Отцу. Думайте на Словото Божие с неприходней думи. Слова Божие в неприходящие слова. И креет долбока примадросистенность. И в них спрятана глубокая истинность. Блажен Он за народ. Блажен тот народ. Чейто Господь Бог говорит в Слове Божьем. И я благодарен Богу за русский народ. Который снова принимает Святое Евангелие. Возвращаясь к сущности и глубине покаяния. За что то без покаяния. Потому что без покаяния. Нет милости Господней. Бог не поменяет Словото Божие. Бог не меняет Своё Слово. Он ищет Своих потерянных людей. И ги намеря в Сибирь. И находит их в Сибири. Не благодарен Богу. Че тази далечна земля. Что эта далекая земля. На много крови и страдания. Сейчас и огревает Солнце Господней правды. А Библия говорит, что Солнце правды. И Господь и Сос Христос. И Той носи исцеление в Своите крыльях. Как в духовном аспекте. Так и в физическом аспекте. В тези две седмицы. В эти две недели. Се получиха множество исцелений. Получилось очень много исцелений. Мы располагаем с 59 писем. На живых свидетелей. Кои документируют реальное Божественное исцеление. Кои документируют свое реальное физическое исцеление. Иисус Христос исцеляваше преди 2000 години. Иисус Христос исцелял 2000 лет назад. И хората виждаха, че някои те думи. И люди видели, что Его слова. Са покрыти с реальными дела. Покрыты реальными делами. Това предаваше на хората един дълбок размисел. И это заставляло людей задуматься. И търсени на Същността на Божественные отговоры. И они стали сущность Господнего ответа. Сегашния день е същия. И сегодня так же. Кой може да отрече тези неща? Кои може отречи эти вещи? И тук имаме письма, които буквално вече са преминали и през лекарство следование. Здесь есть письма, които уже прошли и медицинскую экспертизу. С точни адреси. С точними адресами. Тук пред мене стои едно письмо. Передо мной едно письмо. Което е на майка, 41 годишна жена. Которая написала мать, 41 года. И нейната малка, 15 годишна датеря. Тя боле дуала дълго време. Она болела очень долго. Били се поразенените бъбрици с киста в бъбриците. У этой женщины была киста в почках. И това е една голяма трагедия, защото цялото тяло е было засипано. И это большая трагедия, потому что все тело у нее болело. Безработица. Същото состояние се намирала и нейната дъждеря. В таком же состоянии находилась и ее дочь. Киста в яичниците. У нее была киста в яичниках. И в роден сърдечен порок. И порок сердца. В своем письме она объясняет, что после молитвы, которая произошла в Иркутске, три лекарски екипа самостоятельно са изследвали нейната дъждеря. Установяйки полно здраве на сердце. И пълно примахване на кистата в яичниках. Същото состояние и с майката. Такое же состояние и матери. Исследвания показали здоровые почки. Восстановление физическото состояние в полноте. На всичко друго тази жена и намерила работа. Защото там, където човек има вяро в Бога. Милостивий Творец обръща живота на човека в радость. Той го издига в духовно-височина на божественните принципи. Той го сограждан на непоклотимата кара. Този свят камък. Господь Иисус Христос. Спаситель и Исцелитель. При тази седмица ние имаме възможност да бъдем гости на малкото селце Мегет. В этой неделе мы были гостями и маленького поселка Мегет. И там хората отново стали свидетели на множество чудеса и знамения. И там люди стали и свидетели на чудес и знамения. Пред мене стои също едно письмо. Передо мной еще одно письмо. На една жена от Мегет. Одной женщина из Мегета. То е много кратко, но содержателно. Оно кратко, но содержателно. Десят години лената ръка е била неподвижна. Десят лет ее рука была неподвижна. С помощью другой руки она пыталась поднять ее. Но сега тя е в чудесном здраве. И то само тина молитва. И это после едной молитвы. Хората в Мегет ведяха това чудо. Люди в Мегет увидели это чудо. И разбраха чувства в думе. И они поняли, что кроме слов, Евангелието носит долбочината на непроменимите Божии истини. Евангелие несет и глубину непоменяемых истин Господних. Потому что Господь цени своето най-великое творение человека. И желает общаться с Ним достойно. Сосвоит мир. Давая Ему свой мир. Сосвоит святость. И свою святость. Я удивлен очень многими разводами в России. Массовый алкоголизм. Проституция и наркомания. Таких явлений в Болгарии нет. Таких явлений в Болгарии нет. Защото народът се обръща към исконната истина на християнството. Потому что народ возвращается к корням християнства. Вера, която воспроизвежда высокие моральные качества. Здраво семейство. Здоровые семьи. Високая общественность. Высокая общественность. Дълбок ум. Глубокий ум. За който самата Библия казва. О котором сама Библия говорит. А вы имате ум Христос. А у вас есть ум Христос. Я с вяром, че тези времена ще дойдут и в Руси. И я верю, че тези времена придут и в Россию. Когато тази голяма страна отново ще се возроди. Когда эта большая страна снова возродится. Ще бъде образец за поведение. И будет образцом поведения. Бог ще истрия сълзите на плачущите майки. Бог вытрет слезы плачущих матерей. А чтото ще вернет сата към тях. Потому что вернет им их детей. Разпадное семейство ще се восстановят. Разбитые семьи восстановятся. Да чтото Бог е противник на разделах. Потому что Господь противник разводов. Которое заповедовал в Библии. Никой да не разделе. Чтобы никто не разделял. То, что сочетал Господь. Това е наша свята проповед. Это наша святая проповед. Която проповедуем с много любов по лицето на цялата земя. Которую мы проповедуем с большой любовью по лицу всей земли. И Бог не содействует нам чудесами и знамения. След малко телезрители на Ангарский канал ще видят един факт. И вы, зрители Ангарского канала, видите един факт. Който няма объяснение, споречуваешь ката логика. У второго нет объяснения, согласно человеческой логике. Ни бяхме на гости в месту. Мы были в гостях в мэрии. И с един от руководителей имахме кратък разговор. И с одним из руководителей мэрии имели краткий разговор. Един от най-влемените бичови за младеща. В настоящия момент е наркомания. Один из самых больших бичей в настоящее время е бич наркомании. Не е возможно щовешки сили да се достигне до сердцето наркомана. И невозможно человеческими силами повернуть наркомана к жизни. То е одна духовна борьба. Это духовная борьба. Единствено, който може да освободи от това. Единствено, кто може да освободи от наркомании е святие Творец. Это святой Творец. И Создатель. Тот, Который создал Человека. Той познава удивното Сотворение. Он знает свое Творение. Он знает в полноте человеческое тело, и он ищет человеческое тело в сердце, и показывает ему милость. Я же тебе предложу, чтобы вы лично послушали свидетельство на тези хора, потому что Господь отразил Святой книги Библии через ваше свидетельство и крови Агнеца Господа Иисуса Христа. Вы побеждаете этот мир, святого злобы, лицемерия, падения и страстей. Итак, уважаемые телезрители, подошло время познакомить вас со свидетелями исцеления Божьего, о тех женщинах, о которых говорил брат Илья. Представьтесь, пожалуйста. Я мама вот этой девушки. В течение почти двух лет моя дочь принимала наркотики. Я как мать, конечно, боролась за свою дочь, делала все, что могла. Обращалась к бабушкам, к экстрасенсам. Возжила ее на лечение в больницу. В Иркутске у нас есть специальная больница, где лечат наркоманов. Ничего не помогло. Мне врачи сразу сказали, что нет никакой гарантии. Абсолютно. Бог есть на белом свете. Сейчас моя дочь перестала принимать наркотики и вернулась к нормальной жизни. Что может Инна сама сказать об этом поводу? Ну, это все верно. То, что сказала моя мама, это действительно так. Это было для нас очень большое горе. И для меня это было огромным горем. Потому что наркомания — это болезнь. Это тяжелая болезнь, которая приводит к пагубным последствиям. Она как влияет на здоровье, на положение в семье, в обществе. Она ведет к остальным урокам. Я просто хочу сказать, что когда наркотики принимаешь, это большое отчаяние, потеря жизни, радость. И я вот хочу вам показать то, что было со мной. Вот эти вот шрамы, вот эти вот все дороги. Вот эти именно шрамы. Это когда я пыталась покончить жизнь самоубийством. У меня уже было такое отчаяние. Это шрамы, когда я передозировалась. И чтобы увести меня из этого наркотического транса, требовалось вскрытие вен. Потому что по-другому это невозможно было как-то привести меня в чувство. Но сейчас я, когда пришла к Богу, то есть я вам сейчас расскажу, как это было. Я пришла в одно из собраний, и там была молитва о покаянии. То есть, чтобы прийти и сказать прости. И я вышла так и подумала о том, что я ничего не потеряю. Если я выйду и попрошу прощения. У меня не было такой веры. Но я знала, что есть Бог. Иногда, когда у меня такое отчаяние сильное наступало, я взывала к Нему и говорила, «Господи, если Ты есть, то споси меня, пожалуйста». И, слава Богу, я когда пришла, вышла на эту молитву о покаянии. Я думала о всём том, что я принимаю наркотики, что моей маме от этого плохо, что мне, что я просто не могу спокойно жить. И потом я попросила прощения. И у меня было такое облегчение, когда сердце моё плакало. Потому что за эти годы меня оно настолько окаменело, что когда я пыталась плакать, то было похоже вообще на жалкие какие-то потуги. И просто у меня не было такое, чтобы изливаться во всём, в этом плакать. А тут у меня прямо сердце плакало, плакала душа. И это принесло мне такое большое облегчение. И потом начались такие чудеса, в которые я сначала сразу не могла поверить. Вы знаете, что наркотики, когда их перестаёшь употреблять, это депрессия, это сильные физические боли, это психическое расстройство и так далее. Там многие симптомы, я не буду о них сильно рассказывать, потому что люди, которые занимаются этим, знают о них. И когда я ждала на другой день земного ада вот этого, когда у меня начнётся всё эти боли, вот это всё, у меня просто ничего не произошло. У меня было только лёгкое физическое недомогание. Это проходило как тихая речка, которая, допустим, как преткновение на какой-то камень. Вот раз нашло что-то, у меня становилось, допустим, плохо. Но это было такое мгновение, буквально пять минут. И вот в эти пять минут я узнала и поверила именно тогда Богу, потому что я узнала о силе молитвы. То есть после того, как я попросила прощения, Бог отвечает на это всё. Я думала о себе в мыслях просто, «Господи, Ты видишь мне плохо, что это такое?» И это проходило. Я ещё не успевала додумать до конца о том, что сейчас происходит со мной. И это проходило сразу же. Потом это было удивительно, то, что я спала. То есть сон был дарован мне сразу же. Я сположилась и спала нормально. Потому что когда бросаешь, употребляют наркотики, то не спишь. Я однажды бросала и не спала 19 суток. Вот представь, я даже не знаю, как я это выдержала. И я просто хочу сказать, что сейчас я знаю точно, что мы не родились наркоманами, мы не родились пьяницами, мы не родились убийцами. Мы стали такими. И стали мы это под воздействием кого-то очень сильного, чёрного и злого. Но я вам хочу сказать, что у нас есть спасение. И это спасение мы можем найти. То есть вы можете прийти также в наше собрание. Вы можете это даже сделать дома. Вы можете просто исповедовать, сказать, прости меня. Сказать о том, как плохо тебе, и этот камень в душе свалится. Просто нам нужно единственное, это осознать то, что вы действительно поступаете плохо. Всё. И вы увидите эту радость в жизни. Вы поймёте, как это прекрасно. Жить, вы увидите мир другими глазами. И у вас не будет больше проблем никогда. Я хочу донести до вас эту Любовь, которую я испытываю сейчас. Я хочу донести до вас эту радость. И закончить своё вот это вот свидетельство. Вы можете написать мне, вы можете приехать ко мне, и я буду вам рассказывать об этом. Потому что это такое чудо. И я вам хочу сказать, Бог любит вас. Он жив. Он среди нас. И Он творит эти чудеса и знамения. Благословения вам. Ну и в конце, что вы можете пожелать россиянам ангарчанам? Ваши слова. Бороди Божьей, это милостные уставы, и остея на седмице гос. Наград Ангарск. Из-за милости Господней мы остаемся ещё гостями Ангарска одну неделю. Нашите събрания в четвъртък ще се проведат отново от кинотеатра Пионер. Наши събрания в четвъртък будут происходить в кинотеатра Пионер. Но поради големия интерес. Но из-за большого интереса. И много прииждащи хора. И многих людей. И невозможно да се поведат в кинотеатра. Они не могут поместиться все в кинотеатри. Беше несъдейство да наймем големият кинотеатр Родина. Мы принесли наши събрания в кинотеатр Родину. Където ще проведем в петък на 18.30. Где наши събрания будут происходить в пятница в 18.30. В субботу в 18.30. В субботу в 18.30. И в неделя на 10.00 нашите богослужения. И в воскресенье в 10 часов утра. Там мы будем проповедовать Слово Слово Бога. И будем молиться в больных людях. С много любов ви приканваме Елади. С большой любов и мы приглашаем вас. Приходите. И увидьте. Това съдмете на Исус Христос. Это слова Исуса Христа. Я верю, че Той ще ви докосне. И я верю, что Он прикоснется к вам. Че Той ще покаже милость. И что Он покажет вам милость. Той ще направи път. И Он сделает путь. Там, където няма път. Там, где нет пути. Мы благодарим Богу, че можем да сме в тази голяма страна, Русия. И да послужим според това, което Бог не е дал като небесна благодат. И можем послужить русскому народу той благодатью, которую Господь нам дал. Ще се молим за духовният и материален проспоритет на вашата страна. Мы будем молиться о духовном и материальном возрастании вашей страны. Я с вером, что Бог ще чуе нашите совместные молитвы. И я верю, что Господь услышит наши совместные молитвы. Ще залечи беззаконието в наши сердца. Он зачеркнет беззаконие в ваших сердцах. И няма да го помне до века. И не будет его вспоминать вовеки. Нека Бог да благословит всички, които търсят истината, кто ищут истину, честнее живеят свободата на Божията милост. И живут в ней в свободе Господней милости. Аминь. Аминь. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые зрители, за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу передать привет Болгарии от брата Алексея и нашей церкви богословения. Я хочу засвидетельствовать, как я пришел к Иисусу Христу. Меня Господь избавил от питья, от принимания наркотиков всяких разных. Там были разные наркотики. И хочу богословить Болгарию во имя Иисуса Христа. Привет в вашей церкви. Пусть вас Бог благословит. Не забывайте нас, молитесь о нас. Будем очень рады посвятить всех здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Илья положил на меня руку Он молился, призывал Господа Об исцелении и с той поры Никаких головных болей Во мне такая легкость, у меня ощущение Что мне 25, а не 49 Слава Богу, я предоставляю Господа Я люблю весь белый мир Аллилуйя!